Продолжение следует... Снова в воротах нашей молодежки сегодня Алексей Федоров. Наши зрители, которые внимательно следят за турниром резервистов, знают, что поочередно Федоров и Вавилин играют в молодежном первенстве. Но вот сейчас в связи с травмой Сергея Веремко уже третью игру подряд именно защитник себя обыграть. Без поддержки остался Клягин и мяч потерял. Выбивает мяч в ногу сопернику. Лежит сейчас на газоне футболист Динамо. Владимир Кухлевский, несмотря на то, что его команда ведет в счете, не присаживается на скамеечку и постоянно подсказывает что-то своим подопечным. Ну что, руками будет бросать или ногой выбьет? Нет, все-таки выбьет мяч подальше от своих ворот. Голкипер Динамо. Концидалов и Максимов поспешил с передачей. Подсказывали партнеры, что Иван Максимов один находится и можно мяч обрабатывать. Дорбинян здорово опередил соперника, отобрал мяч. Пошел на четырех игроков. Динамо обыграл. Финальти нужно ставить. Что, желтая карточка на симуляцию? Недовольны трибуны. Возмущен Дорбинян. Судье в этом эпизоде, конечно, виднее, но великолепный проход Роберта Дорбиняна нельзя не отметить. Смело пошел на целую группу защитников, обыграл, красиво обыграл. Дмитрий Верховцов. Подключает Дорбиняна по правому флангу. Очень хорошая передача. Дорбинян в штрафной площади. Удар в ближний оплата. Бол! Роберт Дорбинян добился наконец своего. Далеко не самый очевидный момент реализовали крылья, но главное, что они его реализовали. И можно говорить об ошибке Максима Рудакова, но какой удар удался Дорбиняну слева. Дорбиняна по правому флангу. Продолжение следует... … … … Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok